приступаем к вязанию носков носки я хочу связать трехцветными у меня в работе стопроцентный козий пух основная плотность вязания расчетная 7 набираем 72 петли по 36 петель в работе чтобы носках не было больших протяжек чередовать буду каждые два ряда так на плотности 7 провязываем первый ряд меняем на пряжу серого цвета иглу выводим в переднее положение провязываем два ряда пряжи серого цвета еще два ряда пряжи белого цвета и еще два ряда пряжи серого цвета на счетчике 8 рядов переходим на плотность 5 вяжем 11 рядов в 19 ряду выполним резинку 2 на 2 для этого воспользуемся вот таким инструментом это двойную петлю ловителю которую можно приобрести в магазине кати егорова decker точка ру сбрасывать будем по две петли первые 9 рядов оставляем и потом вот так очень удобно поднимаем резинку 2 на 2 этот инструмент очень удобен для тех у кого 1 фантурные машины резинку 2 на 2 стала выполнять еще быстрее вместо того чтобы по одной петле сбрасывать вы можете сбрасывать сразу по две петли и спокойно выполнять резинку 2 на 2 при помощи этого волшебного инструмента после поднятия все что остается сделать это навесить уже поднятые петли резинки на соответствующие иглы машины до конца выполните это поднятие петель на счетчике 19 рядов меняем нить переключаемся на к с 2 и будем выполнять на правой половине жаккардовый рисунок провязываем вводим в работу не для жаккарда кнопка mc следующие 50 рядов вяжем меняя нить четырехцветники а с правой стороны выполняем ряда вяжем на расчетной плотности 7 шестьдесят девятом ряду приступаем к выполнению пятки нажимаем кнопку memory для запоминания ряда калитку переводим в положение частичного вязания правой стороны выводим иглы передние нерабочие положение отключаем полностью считывание рисунка и выполняем гладью пятку и нить для жаккарда временно можно брать из работы пятку можем вязать полосками так и одноцветные как вам заблагорассудится так провязываем первый ряд слева направо выполняем обвив с левой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд выполняем обвив с правой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд и выполняем обвив с левой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд меняем цвет пряжи здесь обратите внимание серая нить и так находится под иглой то есть она обовьет тридцать пятую иглу как только будет провязана поэтому мы ничего здесь не делаем с правой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд справа выполняем обвив с левой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение опять же ничего не обвиваем справа одну иглу переводим провязываем ряд здесь выполняем обвив с левой стороны одну иглу переводим в ПНП и больше ничего не делаем. Провязываем ряд, меняем положение нити, одну иглу справа переводим в ПНП, провязываем один ряд пряжей серого цвета, выполняем обвив с левой стороны одну иглу в переднее рабочее положение, ничего не делаем, меняем нить, справа одну иглу в ПНП, провязываем ряд, выполняем обвив, с левой стороны одну иглу в ПНП, справа одну иглу в ПНП, провязываем ряд, одну иглу обвиваем со стороны каретки, с противоположной стороны просто выводим в переднее нерабочее положение, провязываем ряд, меняем положение нити, провязываем один ряд, выполняем обвив, слева одну иглу в ПНП, провязываем ряд, меняем цвет нити, с противоположной стороны каретки ряд провязываем, обвив, выполняем слева одну иглу в ПНП, провязываем, меняем цвет пряжи, с правой стороны одну иглу в ПНП, провязываем ряд и выполняем обвив, слева одну иглу в ПНП, провязываем ряд, с правой стороны одну иглу в ПНП, провязываем ряд, справа выполняем обвив, слева одну иглу в ПНП, провязываем, поменяем цвета пряжи справа 1 вяжем таким образом до тех пор пока в центре не останется 12 игл и так мы провязываем последний ряд центре 12 игл а теперь начинаем вязать вторую часть пятки будем вводить иглы в рабочее положение по 1 с левой стороны вот теперь будем выполнять обвив провязываем ряд меня цвета пряжи связать сейчас будет пряжа белого цвета мы ее одеваем справа одну иглу вводим рабочее положение провязываем обвиваем слева одну углу вводим в рабочее положение провязываем меняем цвета пряжи вязать сейчас будет пряжа серого цвета выполняем обвив таким образом вяжем до тех пор пока все иглы слева не окажутся в рабочем положении все иглы вводим в позицию здесь нам нужно будет продолжить выполнение рисунка справа но прежде чем его продолжить его нужно сочетать включаем рычаг частичного переплетения во-первых нажимаем на кнопку под каретку проводит право рисунок нам нужно будет начать слева и нажимаем на кнопку memory снова переходим на к с 2 включаем под влево считываем полностью рисунок мы откладывали жаккардовую нить самое время снова ввести ее в работу переключаемся на mc и сейчас у нас будет ряд серого цвета можем установить 0 на счетчиках после чего провязать 50 рядов прямо включая рисунок теперь отключаем полностью выполнение жаккарда переходим на вязание носка носок вяжем с противоположной стороны от пятки провязываем ряд корректу переводим в положение частичного вязания и с правой стороны абсолютно аналогично тому как мы вязали пятку только лишь одним цветом переходим на плотность и провязываем ряд выполняем обвив ряд обвив в пнт вяжем таким образом до тех пор пока в центре не останется 12 игл после того как останется в работе 12 игл выполняем все то же самое только лишь в зеркале отображение так в центре осталось 12 теперь поочередно и вводим и при этом не забываем выполнять обвив вводим по одной обязательно выполняем чтобы не было никаких отверстий отключаем в девяносто девятом ряду в рычаг частичного переплетения провязываем сглаживающий ряд справа налево берем бросовую нить что-нибудь что не жалко и далее провязываем несколько рядов бросовой нить ну а белую нить обрезаем по длине и для того чтобы ее хватило на выполнение петельного шла вязаная часть моего шикарного носка готова осталось выполнить петельный шов который закроет мысок носка и выполнить незаметный боковой шов с чем я сейчас справлюсь и покажу вам уже окончательный результат в результате сборки получился вот такой носок посмотрите мы имеем незаметный петельный шов и незаметные боковые швы вяжите с удовольствием вместе с нами опряжу в козий пух можно купить на озон